Привет! Сегодня мы поговорим о особенностях обслуживания трансформаторов, которые используются для преобразования электрической энергии, для электрификации подземных горных работ в шахтах. Одно из основных требований к данным трансформаторам это отсутствие возможности воспламенения и поддержания процесса горения. Поэтому горючие нефтяные масла для электроизоляции и отвода тепла в условиях шахт не используется. Предпочтение отдается сухим трансформаторам либо трансформаторам с негорючими диэлектрическими жидкостями. Огнеупорные диэлектрические жидкостя, как и нефтяные масла, во время хранения эксплуатации загрозняются и увлажняются. Поэтому для поддержания высокого качества изоляции их необходимо периодически очищать. Компанией Глубкор была спроектирована установка ОВМ-1, которая предназначена для очистки не только нефтяных трансформаторных масел, а и огнеупорных диэлектрических жидкостей растительного и синтетического происхождения типа FR3, MEDEL 7131. Производительность данной установки составляет 1 метр кубический в час. Установка работает по принципу комплексной обработки диэлектрических жидкостей. Сначала жидкость последовательно проходит через два фильтра с тонкостью фильтрации 200 и 25 микрон, после чего нагревается и попадает в вакуумную колонну. В вакуумной колонне жидкость попадает на фильтр-активатор, который увеличит ее площадь поверхности для более эффективного удаления газов и влаги из масла. Сам процесс дегазации хорошо виден через большое смотровое стекло. Далее диэлектрическая жидкость стекает вниз колонны, откуда откачивается насосом и проходит через еще один фильтр с тонкостью фильтрации 5 микрон. На выходе из установки качество очистки соответствует девятому классу частоты. Теперь рассмотрим конструктивные особенности установки VM1. Она оборудована двуступенчатой вакуумной системой, которая состоит из форвакуумного и бустерного насоса. Наличие такой системы дает нам сразу несколько преимуществ. Первое, это то, что жидкость поступает в вакуумную не нужен дополнительный закачной насос. Второе, это создание глубины вакуума для эффективной сушки и дегазации. И третье, это использование вакуумной системы для вакуумирования шахтных трансформаторов. Чтобы установка смогла работать в запыленной среде под землей, потребовались некоторые конструкторские решения. Это размещение всех узлов и агрегатов в закрытом контейнере, прокладка силовых кабелей в трубах и степень защиты IP66 для шкафа управления. Также в установке используются устойчивые к воздействию разных диэлектрических жидкостей уплотнения типа витон. Управление установкой ОМ1 несложное. Оно выполняется оператором путем включения и отключения нагревателя и насосов с панели шкафа управления. Нагреватель может работать на полную и на половину мощности. Контроллер отображает важные параметры процесса очистки. Это температура жидкости, абсолютное давление в вакуумной камере, а также состояние исполнительных устройств и датчиков. Безопасность работы нашей установки обеспечивается наличием датчиков. Это датчики уровня в вакуумной колонии, датчик утечки, который расположен в поддоне, аварийный датчик пены, а также датчик наличия масла в ловушке, который защитит нашу вакуумную систему. Чтобы повысить удобство эксплуатации оборудования, мы добавили отдельный отсек для хранения инструментов, шлангов и другого инвентаря. А для каких еще трансформаторов, работающих в нестандартных условиях, может подойти данная установка? Оставляйте свое мнение в комментариях. Подробную информацию можно найти на нашем сайте www.globcore.com Субтитры подогнал «Симон»